Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Длинношерстные таксы им встретились на пути Майи Петякиной почти 20 лет назад. Мы возвращались с выставки. У меня тогда была московская сторожевая. Моя счастливая, довольная. Выиграли все, возвращались и подвозили девушку. У нее на груди сидел маленький шнурочек. Я говорю, это что? Она говорит, такса кроличья длинношерстная. Причем так гордо она заявила. Здесь как-то мгновение произошло. Я хочу. Все. Это вот я поняла, что я хочу именно длинношерстную собаку. Сказано сделано. И спустя полгода в доме Майи появилась первая длинношерстная такса. И вот я приезжаю к маме и говорю, мам, почему мы не завели первой породой таксу? Она говорит, ну ты у меня амбициозная такая. Я боялась, что тебе будет неприятно общаться с немножко комичной собакой. Лапки маленькие, корпус длинный, какая-то несуразная. А ты вся с гонором. Я говорю, мам, ты понимаешь, мы потеряли 20 лет счастливой жизни. Гладкошерстную таксу знают все. Но это действительно более серьезная собака. Она более ориентирована на рабочие качества. Длинники, они более ориентированы на компаньонство, на общение. Эта версия была создана немецкими кинологами с целью получения хладоустойчивой собаки для охоты. Получилось и прицель была еще та, чтобы шерстью таксы не цепляла грязь. То есть если по-хорошему, вот этот мальчик, он не мылся года три, наверное. То есть если не больше. Я его реально не мыла ни сегодня, ни вчера. И очень давно уже не мыла. Тип шерсти такой, что когда даже на него налипает грязь, при высыхании с нее все слетает. Что получили они еще взамен? Они получили очень мягкий характер. Очень забавный, игривый характер. Сами немецкие кинологи, кто занимается таксами, они шутят, что длинношерстной таксе удается поймать зайца, потому что он умирает со смеха. Для получения длинношерстной версии, как история гласит, это спаниели. Правда не могу сказать какие, честно, их очень много. В первую мысль приходит, конечно, английский кокер спаниели или американский, но я думаю, что здесь другие поработали спаниели. Также этот пуделя, как одна из версий. Тоже проверить все сложно, справок много, вариантов много, все они немножко между собой. Ну вот, возможно, пуделиная кровь здесь, если она и присутствует, она как раз сыгралась на игривость и мягкость характера. Ее можно научить всевозможным трюкам, ее можно научить каким-то определенным правилам поведения в обществе. Но обучать, вот специально сидеть, лежать, стареять, барьер, это не ее тема. Ее тема быть хитрой, ловкой, всегда превозносить себя над хозяином. Типа, а я тебя здесь обманула, как тебе мой ход? Вот, и понимать, любить ее. Они очень любят, чтобы быть в центре внимания. Они хотят, чтобы вокруг них крутился весь мир. И даже у таксиатников есть поговорка, что планета крутится потому, что по ней топают таксы. Здесь правильнее разделить дрессировка и обучение. Дрессировкой мы добиваемся беспредкословного подчинения порядка команд. То есть, что бы собака ни делала, звучит команда, собака в воздухе разворачивается и выполняет. Дрессировка – это систематические задачи. То есть, каждый день человек должен обучать свою собаку, должен постоянно с ней проводить время в тренировках. А просто воспитание собаки – это немножко другое. Вот мне не нравится, что они гавкают, когда мы вышли на улицу гулять. Воспитание будет моментом запрещать гавкать. Дрессировка будет моментом не допускать даже мысли гавкать. То есть, я здесь собаку объясню ей, что так нельзя, не гавкай, пожалуйста, молчи, какую-то команду подложу определенную. Она усвоила, через 2-3 дня она уже выходит на улицу, она уже не гавкает. Так вот, такса, она проверяет реакцию владельца. Когда проходит спустя какое-то время, она снова делает выход на улицу, гав-гав. Вот если владелец не обратил внимания, для нее это звучит как команда «вот теперь уже можно». Вот тогда было нельзя, а теперь можно. А дрессировать? Да, конечно, мы можем так дрессировать, но это харизматичная очень собака. Она очень эмоциональная, она всегда принимает свое решение. Она все-таки охотничья порода, охотники думают по-другому, не так, как служебные собаки. Да, в последнее время они стали компаньонами, но они все равно сохранили свою историческую принадлежность быть охотничьей собакой. Питомцы какого пола выбрать? Этот вопрос обычно встает перед теми, кто только задумывается завести собаку. Опытные собаководы, как правило, уже имеют пристрастие или исходят из задач, которые ставят перед собакой. Здесь надо понимать, во-первых, кто хочет взять, мужчина или женщина. У собак, как и у людей, да, приоритет. Если это женщина, лучше мальчика, у нее лучше сложатся отношения с мальчиком. Если это будет мужчина, то отношения лучше сложатся с девочкой. Погладьте его, он так хочет, чтобы вы его погладили, просто он уже настоятельно требует от вас. Ну, он такой, он у нас такой, он реально такой. Потом второй момент. Если вы планируете заниматься разведением, конечно, безусловно, девочкам, наверное, лучший выбор. Раскрутить мальчика для племенной работы, это очень дорого и очень сложно. Не факт, что пройдя все круги ада, к вашему мальчику хоть кто-нибудь приедет. А вот, если вы не планируете заниматься разведением, ну, я бы советовала парня. Мальчики в таксах, они другие, они не такие, как во многих породах. Я не хочу обидеть ни одну породу, но у нас мальчишки очень влюбленные в своих хозяев. Они прямолинейные, они добронравные, добродушные. Они всегда с гордостью пытаются защищать своих хозяев, не допускать обидчиков как-то там. То есть это действительно собака семьи, собака-компаньон, член семьи. То есть я даже не могу этих эльфов разделить на собак, да, то есть назвать их собаками. Это человек, вот он просто человек, понимаете. Не совсем правильно, что мы до сих пор не представили зрителю красавца, что уже так долго присутствует в кадре. Это торнадо Сантандер. Я его привезла из польского питомника Сантандер. Его крови происходят от итальянского питомника Делла Конторана. Ему почти 12 лет. Вот, собственно, у него много внуков, правнуков, проправнуков. Его сын чемпион мира. Оказалось, рассказать о длинношерстных таксах в одной программе невозможно. Потому в следующем выпуске «Элиты» вы узнаете, чем отличаются кроличьи и миниатюрные таксы. О том, какие нюансы здоровья есть у такс и почему заводчик Майя Питякина остановила свой выбор на марке российского корма «Деликада». Заказать доставку можно через группу «Сытый друг» ВКонтакте, либо купить корм в магазинах Сергеева Посадского округа. Динозаврик на проспекте Красной Армии «Зоумерлюбимчик» на Скоропусковском и в Краснозаводске в зоомагазине на улице 1 мая. У этого милого пса грозное имя «Полкан». Поступил он к нам месяц назад с жалобами на остро возросший живот. В животе накопилась жидкость, владельцы обратились в стороннюю клинику, врачи его посмотрели, решили, что это сердечный асцит, слили жидкость, направили к кардиологу. При поступлении к нам мы провели кардиологический осмотр, и, к счастью, для собаки мы не нашли заболевания сердца. Из всех находок, найденных месяц назад, у собаки был выражен низкий уровень альбумина, то есть при норме 25,5 мм, у него был уровень 10. Это очень мало для животного, и гипоальбуминовые отёки могут быть очень крупными в данной ситуации. Альбумин – это специфический белок, который помогает воде удерживаться в сосудах и клетках, он её связывает. И когда этого белка мало, в один не с чем связываться, и, соответственно, она диффундирует, то есть проходит туда, где давление меньше, оттуда, где давление больше, как любая жидкость по законам физики. И вот жидкость скопилась в полости живота, и мы посчитали, что причина в этом низкий альбумин. Собаки тогда влили приличную порцию альбумина и отпустили домой в надежде на повторный приём. К сожалению, повторный приём состоялся не по расписанию, а состоялся значительно позже и уже с очередными осложнениями. Мы ещё раз провели животное и опять не нашли ничего плохого. То есть здоровое сердце, здоровая печень, здоровые почки, более-менее здоровый кишечник, но опять отёки. Опять низкий альбумин. Из вероятных диагнозов у нас могут быть какие диагнозы? Альбумин, он либо не синтезируется, либо плохо усваивается. Он должен усваиваться с белками пищи, но что-то, возможно, мешает ему усваиваться. Может быть, в пище мало альбумина. То есть такое бывает, когда владельцы плохо кормят собак, когда кормят их не белковой, а исключительно углеводистой пищей, допустим. То есть проблемы рациона тоже могут быть. Такое бывает, когда сам кишечник страдает, когда в кишечнике недостаточно всасывательной поверхности или какие-то механизмы всасывания нарушены. Такое бывает при сниженной функции поджелудочной железы, когда она должна, по сути, производить расщепление молекул пищи до элементарных частиц, а она этого не производит. Существуют обратные болезни, когда пищи поступает достаточно, но потеря слишком большая. Альбумин в организме может теряться в основном двумя путями. Это через кишечник и мочеводящую систему. Мы ещё не брали у него анализ мочи, не мерили микроальбумин в моче. Но обычно животных, у которых присутствует настолько интенсивная микроальбуминамия, у них явно выраженная почечная недостаточность, которую обычно врачу несложно найти, благодаря простым анализам. Возможно, есть энтеропатия с потерей белка. То есть это болезни, когда повреждается слизистая кишечника и возникает хроническое специфическое воспаление, и альбумин просто вытекает. Мы пока ограничились только введением альбумина и хотим посмотреть, как он удерживается. Неделю назад собака получила в капельнице значительную дозу белка. Ему ввели, на следующий день проверили уровень, и уровень оказался достаточно нормальный. Прошла неделя, отёк никуда не делся, но это ещё не о чём не говорит. Мы хотим сегодня перемерить уровень альбумина и посмотреть, удерживает ли собака его. Мы отдали анализы полкана в лабораторию, в нашу лабораторию, для экспресс-измерения уровня альбумина. Очень важно для клиники иметь в свою лабораторию вообще хотя бы какую-то диагностику. В идеале нужно иметь её всю, потому что это ускоряет постановку диагноза. И скорость оценки для экстренных животных тоже очень важна. Раньше, когда у нас не было своей лаборатории, нам приходилось брать этот альбумин, отправлять его в Москву, через сутки получать результат, через сутки видеть экстренные показатели, которые были ещё сутки назад. И только в этот момент мы имели возможность приступить к какому-либо действию. Мы все дружно понимаем, что сутки не каждое животное готово и может ждать. Некоторое животное нужно оказывать помощь здесь и сейчас. Допустим, если сейчас опять у него альбумин 10, то это животное имеет возможность умереть от отёка мозга в ближайших суток. А пока мы будем ждать этот анализ, конечно, такая возможность у него может очень сильно проявиться, что очень плохо. Поэтому мы решили создать на базе нашей клиники собственную лабораторию как раз-таки для быстрых измерений. У нас есть свой жидкий анализатор, который как раз-таки рутинно нам меряет показатели практически все, которые нам нужны, кроме исключительно специфических. Это позволяет нам ускорить время постановки диагноза. Для стационара это очень важно, потому что стационары без собственной лаборатории страдают ещё сильнее, чем терапевты. Не будем забывать, что в стационаре лежат, как правило, очень тяжёлые животные, которые уже близки к смерти, на грани, которым нужна интенсивная помощь. Поэтому это и есть стационар. А как можно интенсивно оценивать результат своей помощи и оценивать вообще состояние животного, если у тебя нет должного для этого оборудования? В стационаре всегда необходимо измерение самых важных и быстро меняющихся показателей. Это альбумин, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок. То есть, когда эти показатели могут реально в течение нескольких часов меняться. Если в стационаре проводится активная инфузия, то всегда необходимо мерить уровень натрия и калия, потому что на этих двух ионах очень сильно завязана терапия. То есть, уровень натрия вообще один из самых важных при проведении инфузионной терапии, так как почти все растворы, которые мы применяем, они натрийсодержащие. И желательно всегда изначально знать уровень натрия, низкий он или высокий, чтобы не вызвать осложнения собственной инфузии. Потому что даже обычный наш самый простой натрия хлорид, он натрия хлорид. И если животное поступает с гипернатриемией, с повышенным уровнем натрия, ему запрещено вводить натрия хлорид. О том, какими были анализы полкана и что врачи делали с жидкостью в брюшной полости, расскажем в следующий раз. Ну а пока вы запишите телефон и адрес клиники доктор Вет. Ведь иметь под рукой адрес профессионалов нужно. Сергей Фпасад, Новозагорский проезд, дом 4А. Новозагорский проезд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова